h квадрат на 2 мю, n на n с 1 r квадрат, хит, и будет вот такое уравнение. Ну и понятно, во-первых, что у нас потенциал стремится к нулю, я имею ввиду при р-бесконечности, и естественно, что вот этот кусочек тоже стремится к нулю, просто потому что он единицы на r квадрат. И что у нас будет на бесконечности? При р-бесконечности я фактически вот этот и вот этот члены могу учить. И у меня получается 2 мю, n на h квадрат, я могу обозначить, сейчас я посмотрю, как это лучше. Да, лучше это просто как k обозначить. Значит, вот е, давайте напишем, равно чему? h квадрат, k квадрат на 2 мю. И тогда у нас, ну, совсем простое уравнение, получается, хи 2 штриха плюс k квадрат хи равно 0, да? И мы знаем, как эти уравнения решаются. Это синус и космус, реально? Вот, тут никаких хилеростей особых нет. Вот, пока все просто. Соответственно, общее решение я как могу написать? Это у меня было на хи, поэтому r будет, вот смотрите, я написал уравнение на хи, да? При больших r. Но меня в первую очередь интересует вот эта r, да? r большое. Которая входит вот в ту функцию, которая меня, собственно, и интересует. Поэтому она будет написана так, а на r, а здесь дальше будет синус. Кр плюс, ну, вот напишем число альфа. Что такое альфа? Фактически, вставляя альфа, я заменяю синус на что? На синус и космус, да? Некую линейную комбинацию. Вот, то есть, на самом деле, это в каком-то смысле полное решение, потому что, ну, сколько здесь есть ответов у этого уравнения? Синус и космус, да? Вот мне их просто удобно обозначить через синус и ввести вот эту фазу. От чего эта фаза может зависеть? Вот эта вот альфа. Она может зависеть от k, она может зависеть от l, и она может зависеть от u. Имеется в виду что? Смотрите, на бесконечности у нас, конечно же, решение будет таким, верно? Но она должна перейти в какое-то решение мне неизвестное, не только при этом бесконечности. Правильно? И то, в конкретно какое решение она переходит, будет зависеть от вот этих вот всех вещей, которые здесь есть. Ну, естественно, от энергии, да? То есть от собственного значения гамильтонианта. То есть понятно, что она зависит от вот этого, вот этого, ну и, конечно, вот этого, это собственное значение гамильтонианта. Ну, которое нам удобно выразить через k. То есть вот это вот некое важное замечание, несмотря на то, что оно достаточно простое. Так, значит, как здесь с ним... Вопрос только состоит вот в чем. Чему равняется вот эта фаза альфа, когда у нас нет потенциала, да? То есть когда у нас частица свободна. То есть понятно, что если у нас нет потенциала, нет рассеяния, верно? Вот. Но тем не менее решение уравнения Шюдингера никто не отменяет. И вопрос, каково будет тогда это решение, если нет потенциала? Вот тогда альфа равняется, оказывается, минус и L пополам. Вот я сейчас это двумя способами покажу. Вот когда у нас потенциала нет, то оказывается альфа имеет вот такой вид. Минус и L пополам. Ну, скажем так, второй способ я по очередности, по времени, естественно, сделаю полноценно, потому что это есть некий вывод. Так называемая фазовая теория рассеяния. Там получается некое выражение, которое имеет практически смысл и используется просто в задаче. Вот. А первый способ, ну, чтобы вы видели разные варианты и хоть как-то наметили себе понимание, откуда же здесь все берется. Значит, есть вот какой вариант. Естественно, я сейчас что делаю? Я сейчас решаю вот это уравнение, последнее. Ничего не зачеркиваю. Но, убирая у, да? Вот я сейчас хочу показать вот этот факт. Ну, или скажем, не знаю, что это показать, но хоть как-то наметить. Первый способ. Второй будет полноценно. Значит, первый способ состоит в том, чтобы свести все к функциям Бестеля. Значит, R. Да, все-таки, наверное, ну, понятно, что это одно и то же, да, вот эти два уравнения, просто по-разному записанные. Значит, я буду решать, писать решение вот про R. Ну, и кроме того, что я ввожу функцию Z, я еще введу такую переменную S, которая есть в Кр. Ну, она хороша только тем, что она безразмерна, а еще тем, что это уравнение при такой постановке сводится к уравнению Бестеля. Ну, и вот давайте мы это уравнение напишем, уравнение Бестеля. Значит, выглядит оно вот так. Значит, Z' ну, естественно, имеется в виду переменная S. Так, плюс 1 на S Z' по S. Плюс, и такое выражение, 1, ой, минус. Единица минус L плюс 1, вторая, в квадрате, делить на S квадрат, стопочка закрывается, Z' равно 0. Ну, вот это вот уравнение Бестеля. Утверждается, это, естественно, вы проверяете элементарными итогами, что вот если в этом выражении, вот в этом, убрать U, перейти в функцию Z, а от переменной R маленькой перейти к переменной S, то получается уравнение Бестеля. И чем хорошо свести все к какому-то известному уравнению? Можно пользоваться всеми результатами математики. Вот, значит, естественно, какое будет решение этого уравнения, Z, да? Z под S, ну, естественно, функция S, здесь надо упоминать. Это есть, естественно, некая константа, потому что это уравнение явно линейное по Z, некая константа на функцию Бестеля жить, таким коэффициентом, L плюс 1, 2, как функция S. Ну, а что будет с этой функцией, если я растремлюсь к бесконечности? То есть все-таки мой предмет, основной предмет моего интереса, это асимптотика. Оказывается, что при этом R, вот, естественно, R, да? Значит, как мне отсюда перейти сюда? Надо Z поставить за сюда, да? Вот, то есть я беру асимптотику функции Бестеля, что является некой математикой стандарты, вот, вот ее вставляю сюда и получаю для R вот такое выражение. Я причем даже нормировочку сохраню. C, корень из 2 на I, синус KR, минус LD пополам, делить на KR, вот так. Ну, вот, понимаете, да, я опустил некоторое количество выкладок и воспользовался известными фактами из асимптотики функции Бестеля, но я фактически показал, да, вот этот момент. То есть вот так, как есть вот такая связь, то оказывается, если нет потенциала, то вот это вот радиальное уравнение при R бесконечности имеет вот такой вид. Ну, это просто некая иллюстрация, чтобы была некая опора, потому что сейчас я получу этот результат, что называется, ничего не опуская, но существенно более сложным способом. Поэтому я и предпочел вам наметить простой, ну, условно простой, да, потому что надо знать, как работает функция Бестеля. Почему сложный способ? Потому что мне нужно получить вот некие выражения для рассеяния, то есть для случая, когда у не равно нулю, да, когда у меня есть потенциал, на котором что-то рассеяется. Вот давайте перейдем уже к реальной ситуации. И можно только что сказать, что если у нас при, вот смотрите, пишу, при у равном нулю, у нас есть вот это выражение, да, где альфа, вот такое, то при у не равно нулю, у нас альфа будет минус пи л пополам плюс дельта л. Вот это очень важная штука. Это и есть так называемая фаза рассеяния. Фаза рассеяния. Собственно, они и есть главные характеристики, которые вычисляются, которые измеряются в эксперименте. Ну, понятно, их столько, сколько л, да, разных будет. Вот. И понятно, что дельта л в точности равно нулю, когда у нас у в точности равно нулю. Понятно? То есть вот я из этой фазы альфа выделил, ну, то, что вот всегда будет. А это вот некие добавки, связанные с тем, что все-таки есть рассеивающий потенциал. И называются они фазы рассеяния. Поэтому сама теория называется фазовой теорией рассеяния. Я вот сейчас займусь, собственно, вычислением этих фаз. Ну, даже не то, что вычислением. Вычислением этих фаз можно заниматься, только взяв конкретный потенциал. Да? А вот как через эти фазы, вычисленные, допустим, для конкретного потенциала, сразу написать сечение рассеяния? Вот вопрос. Сейчас я буду как раз заниматься получением этих форм. Значит, мы ищем решение уравнения Шриттингера на Дубина. Ну, вот это или вот это уравнение. И ищем мы его для собственного значения Е, вот такого. При этом мы не забываем, просто по самому виду, что оно больше нуля. То есть это для положительных энергий. Вот. И для рассеяния нам надо не просто решить эту задачку, а решить ее в специфической форме. То есть мы должны найти ему новую функцию вот в каком виде. Напоминаю. Для рассеяния РПС есть Е в степени ИКЗ плюс Ф от Тета Фит. Ну, и здесь имеется в виду углы какие? Между падающей волной и рассеянием. То есть как постановка эксперимента происходит? Вот где-то тут потенциальщик сидит. Тут плоская волна. И потом она как-то рассеивается. Где-то здесь стоит датчик. Вектор, на который, по сравнению с вектором падающей волны, описывается двумя углами. Тета Фит. То есть вот это Ф от Тета Фи, она записывается как N, N штрих. Где N это вот вектор, который вот так направлен, а это вектор N штрих. То есть на петербург. Ф от Тета Фи, тут ставится R и пишется сферическая волна ИКР, расходящаясь. Вот я должен найти решение вот в такой форме. И тогда у меня вот эта функция называется амплитудой рассеяния. И она сразу же нам дает вид течения рассеяния. Там у вас с началом Е и КЗ написано. Ну да. Ну я считаю, что у меня волна распространяется вдоль С и Z плоской. Я мог бы здесь поставить два вектора. Ну вот я сейчас уже решаю конкретную задачу. Я буду разлагать сейчас все по поленомам и жанрам. И хочется это делать привязкой к конкретной системе координат. То есть я айпой Z направляю по падающей волне. Ну и поэтому у меня вот эта функция имеет вот такой вид. Так. Значит, сначала... Да, некий математический факт, который я тоже хотел бы. Что сферическая гармоника L0 это и есть PL от косинус θ. При этом опять же, θ как отсчитывается? От оси Z, да? То есть это то, что полярный угол. Он отсчитывается от оси Z. То есть вот у меня есть координаты. Вот это ось Z, это X и Y. Вот этот угол у меня θ. А, соответственно, вот этот угол. Я понимаю, как это выглядит. То есть θ рассчитывается вот так, а φ рассчитывается от оси. И я сейчас рассматриваю ситуацию сферически-симметричного потенциала. То есть у меня зависимости от И нету. То есть есть только вот этой сложности, пожалуйста. Есть только зависимость от фактически угла оси. А азимутальный очок говорит о том, что в зависимости от того, куда направлено относительно вращение вдоль SZ, амплитуда может меняться. Но это справедливо для потенциалов, которые зависят не только от модуля R, но от произвольного там R, то это φ. Я сейчас рассматриваю только сферически-симметричный потенциал, поэтому вот эту зависимость от φ я сразу убираю, чтобы не мучиться. Так, хватит проблем. Так, значит, я беру эту функцию, вот эту, и ее же записываю вот в такой форме. Сумма по L от нуля до бесконечности. А, собственно, по L от нуля до бесконечности, еще по M. От минус L до L, да? Значит, B L M, это некий коэффициентик. R L ампер, Y L M, вот это φ. Скажите мне, пожалуйста, почему я могу так написать? Откуда я знаю, что у меня функция такого вида может быть записана в такой форме? Ответ очень простой. У нас ведь набор состояний N L M, да? Давайте проговорим, что это такое. L M понятно, что такое. Это индексы двух собственных чисел, таких L квадрата LZ, да? N, в зависимости от потенциала, она, естественно, разная. N, она определяет что? E, верно? Которая вообще, говоря, может зависеть не только от N, но еще и от L и от N. Согласна? Но, фактически, число N, это некий индекс, который что фиксирует? Энергия, да? То есть, как-то с ней связано. Так вот, дело в том, что даже если я при этом базис не знаю, я могу что утверждать? Что в силу эрмитовости Гамильтониана у меня есть полная система состояний, верно? И описывается она удобно с помощью этих трех квантовых чисел. С точки зрения математики, это что такое? Это полная система, через которую любая функция раскладывается, верно? Вот и этот факт этого разложения здесь написан. То есть, напоминаю вам, что у нас Гамильтониан, эрмитов, оператор. И они в квантовой механике, эрмитовы по определению. То есть, что квантовая механика утверждает? Что если вы хотите квантовую механику описать некой математикой, то эта математика происходит на пространствах, в которых Гамильтониан будет эрмитов, верно? А это значит, что уравнение на собственное значение для Гамильтониана имеет что? Полный базис, да? И все состояния могут быть по этому базису разложены. Вот здесь факт этого разложения просто зафиксирован в абстрактном виде, без фиксации того, что такое было. То есть, вот какие-то коэффициенты. То есть, вот, написать так можно. Теперь, если я смотрю на эту функцию и говорю, о, я сфи не хочу иметь дело, да, то есть, у меня сферический симметричный потенциал, что это означает? Что зависимости от фи нету, верно? И фактически у нас нету в этой сумме элементов с M, не равным нулю. Почему? Потому что это дает нам зависимость от фи. То есть, все эти коэффициенты я отсюда просто убираю. И пишу еще одно выражение. Сумма по L от нуля до бесконечности. С, L. Так, С, L. Значит, Y, L0, это у меня PL от косинус тета. И что еще осталось написать? Вот это, да? Давайте его напишем. И напишем мы его вот в такой форме. При том, что альфа у нас будет вот этим. То есть, смотрите, я сразу это напишу. В комплексном виде. Сейчас. Я напишу это вот как. E в степени. И. К. Р. Сейчас, порядок. Да, вот выделю сначала. Плюс дельта L минус и L пополам. Минус E в степени минус и. К. Р. Плюс дельта L минус и L пополам. Делить на. Два. К. Р. Вот так. Еще раз давайте поймем, почему я вместо этого написал вот это. Я утверждал, что если FI нету, да? То элементы суммы с M, не равным нулю, просто отсутствуют в этом списке. Потому что нет в зависимости от FI, от азимутального угла. И значит, я могу вместо, тут присутствует только Y, L0. А Y, L0, они имеют вот такую форму. То есть это боленом и лежатом. Вот они здесь написаны. Вот я их здесь и пишу. А дальше я пишу R. R я пишу в каком виде? Вот в таком. A на R и на синус. Понятно, что вместо R я могу два и K написать. Верно? Ну или скажем так, написать просто K сюда. Прибавим. Ну почему? Потому что у меня все всосется вот сюда. Р на лишнее. Вот. Значит, 2I, это понятно, что такое. Я вместо синуса пишу, что разность экспонента делить на 2I. Согласны? Ну а R вот оно у меня здесь присутствует. То есть вот я написал такое выражение. И оправдал. Сказал, почему я так пишу. Ну понятно, что некоефцентик нужен для дальнейших вычислений. Я фактически что? Меняю просто значение коэффициентом C. Да? Так написал. То есть вот мы написали это выражение. Ага. Значит, теперь нам необходима пара фактов. Каких? Во-первых, что такое полиномолий жандр? P, L, P, L штрих. Ну, естественно, оба от косинуса тета. Я интегрирую. Ну, значит так. Косинус тета. Я всегда могу обозначить х. И тогда у меня будет интегрирование по полярному углу от какого значения через х? Не от нуля до пи, да? От чего? От 1 до минус 1. П, L, P, L, P, L штрих от х. Этот интеграл по dx естественно пропорционален дельта L штрих. Кто мне скажет, откуда это берется? У математики. У математики, да? Не у меня. Да. Полиномы как придумываются? Они должны быть ортогональны. Правильно? Вот. Поэтому вот этот факт, он в каком-то смысле вот так устроены все полиномы. Вот. И еще надо написать, чему равняется нормировка этого полинома. То есть если у меня L равно L штрих, то от минус 1 до 1, P, L от х квадрата dx есть 2 делить на 2L плюс 1. Вот этот факт, этим я пользуюсь. То есть вот так устроены полиномы лежатора, это не я придумал. Так. Значит, что мы сейчас делаем? Ага, вот что. Мы беремся еще и плоскую волну разложить. То есть беремся разложить вот эту вещь. Ну потому что фактически она чему соответствует? Отсутствие потенциала. Верно? Потому что нет рассеяния, нет вот этого вклада. То есть я должен все-таки вот эту штуку написать в таком-то виле. То есть E в степени I, K, R косинус θ. Я отказываюсь от Z. Да? Мне сказать, что пишем. R косинус θ. И это должно быть равно... Давайте так, смотрите. Когда я пишу сумму по L, что это означает? Нуля до бесконечности. Да, вот. То есть я просто буду забывать писать. Вы имейте в виду, когда я так пишу, это имеется в виду сумму от нуля до бесконечности. Вот это последний раз пишу, это 0, и тут на бесконечности рисую. Так, значит, это выражение у меня имеет... Я хочу записать вот в какой форме. И в степени L, 2L плюс 1, PL от косинус θ, ну, на некий коэффициенте JL. Вот пока я еще не знаю, чему он равен, но я хочу его написать. Значит, кто мне... Ну, понятно, что и L я для некого удобства сюда вставил. А почему 2L плюс 1 здесь стоит? Ну, не совсем. Дело в том, что вот если взять вот эту базовую сумму, с которой мы стартовали, да, то здесь будет сколько членов суммы? Вообще 2L плюс 1, да? Вот. Это не то, чтобы оправдание, это некий намек на то, что там вот так вот сейчас устроено. Ну, на самом деле, я могу сказать, это я для себя для удобства, правильно, сюда написал? Чтобы выделить ее из J. Но на самом деле, вот этот 2L плюс 1, он не случайно, он все время появляется в этом месте. И его надо писать, понимая, что на самом деле там еще есть некое сумму. Ну, как есть, ее нету, но она вот так проявляется, даже когда отсутствует. Так, значит, JL от R, сейчас, да, вот, собственно, R, вот, да, это функция. Ну, у меня R стоит здесь, да, значит, он где-то здесь должен оставаться. Так, ну, давайте теперь это сделаем. То есть, мы сейчас вот это уравнение умножим на P, L' от косинуса тета, и проинтегрируем вот 0 до P. Что мы этим сделаем? Давайте подумаем. То есть, у нас будет интеграл, ну, или там от минус 1 до 1, P, L от X, E в степени I, K, R, X, D, X, равно чему? Вот я сюда вставил P, L' и проинтегрировал. У меня есть все огромные суммы, а останется только один щенок. Какой? L' почему? Потому что есть вот этот фактор. То есть, у меня полинон ортогональный. И здесь у меня что тогда получится? I в степени L' 2L' плюс 1, это никуда не девается. И что еще будет? Вот этот коэффициент, да? Нормировка полинонов и жанра. То есть, 2 на 2L плюс 1. Ну, вот, на самом деле, понятно, почему я сюда 2L плюс 1. Я сюда написал, да? Чтоб сократить. Сокращаем. Так. А, самое главное, это что еще осталось? Ж и это, да? Никуда не девается. Почему вы в экспоненте R и X? Что? Почему вы в экспоненте R и X? Вот здесь? Ну, вот отсюда. А, ну так, в экспоненте R и X. А, стоп. Вот здесь тоже штрихованное, да? Что вы спросили? Ну, 2L плюс 1 с R штрихом, а 2L плюс 1, то R штрихом. Не, ну как, смотрите. Если я умножаю на R штрих и интегрирую, то выжимаю только R штрих. Правильно? Соответственно, здесь L никакого уже быть не может. Так. Это мы получили. Ну, и, скажем так, следующее равнение, которое я напишу, оно уже будет без L штриха, но потому что L здесь нету, да? Ну, какой смысл вот этот штрих таскать с собой? Так. Вот только куда его записать, чтобы нам не про... Ну, на самом деле, вы знаете, учитывая, что вот это некий элементарный понятный факт, я вот могу себе зарезервировать практически всю левую часть доски. То есть я стираю все, что слева нарисовано. Так. И таким образом, что я имею... Ага. У меня же L от L не рисует. Ж L от R. Ж L от R. Значит, L по идее, там надо штрих ставить, но я его не ставлю, потому что это уже не важно. Так. Чему это будет равно? Это будет равно 1 на 2 и на i в степени L, и оно, естественно, попадает в знаменатель. Интеграл от минус 1 до 1. Вот у меня такое выражение написано. И я его беру и интегрирую по частям. Как я его интегрирую по частям? Значит, что такое интеграл по частям? Это когда U'V равняется U'V на краях, которые здесь написаны, минус интеграл U'V'. Да, так записывается, да, интегрирование по частям. Напоминаю. Как выглядит интегрирование по частям. Вот я его здесь сейчас употреблю. И в степени минус L линит на 2. Если я интегрирую экспоненту, то что у меня попадает в знаменатель? ИКР, правильно? А здесь будет PL от X, E в степени ИКР, X, и все это на пределах от минус 1 до 1. Вот так. Это я про интегрированный член написал. Теперь я вижу минус. И что у меня будет там написано внутри? Я это сейчас писать не буду, но с вами проговорю. Примерно то же самое, да, производная от полинома Лежандра. Экспонент, оно что еще будет? Будет еще 1 на R написано. Правильно? Вот смотрите, когда был такой интеграл вообще без 1 на R, оказалось, что его, ну, в каком-то смысле главный член имеет по R как 1 на R зависимость. Верно? А теперь представьте себе, что я написал такой же член. Давайте его напишем. Ну, без этого коэффициента, что-то такое написано. Минус 1, 1, PL от X' И здесь будет E в степени ИКР, X, и здесь будет R и DX. Верно? Вот так же вот написано. Правильно я написал? Что? Так вот, я хочу сказать. А теперь я этот член еще раз возьму по частям. Что тогда будет? Вот такое же выражение, но только здесь будет 1 на R квадрат. А если еще раз, то будет R куб и так далее. Поняли, да, идея? Поэтому фактически вот все, что здесь написано, оно пропорционально единиц на R квадрат. Понятная идея? И поэтому я, так как меня интересует асимптотика, просто ее убираю. Ну, то есть, неинтересен мне этот член, потому что мне интересна ситуация, когда R стремится к происходить. И фактически у меня только вот этот член остается. Так, равно. Ну, тут вот такую штучку, конечно, надо нарисовать. Ну, давайте ее запишем. Значит, что здесь будет? Единица на 2i. Единица на k. Я думаю, мне так удобно это так распределить. И подставляем. Значит, здесь надо, опять же, знать такую вещь про полинома Лежандра. Что pl от единицы есть единица, а pl от минус единицы есть минус единица в степени L. Вот есть такие факторы про полинома Лежандра. Опять же, я пользуюсь снова математикой. Так, значит, что я тогда получаю? Единица на 2. Значит, минус R я пока приверживаю. Пишу единица на 2i, единица на kr. Что у меня будет на верхнем пределе? Эта штука превратится в единицу. Здесь будет E в степени ик, и еще будет вот этот множитель. Давайте поймем, что такое E в степени, о, И в степени, да? И в степени минус L. Что мне скажет? Что такое И? Это E в степени ипи пополам. С этим согласны? Значит, E в степени минус L есть